добрый день всем дорогие друзья ну как видно из названия я хочу рассказать о произведениях которые я начала и не дочитала и если останется время я расскажу о своих наоборот любимых произведениях которые прочитаны мною не один раз погода прям такая замечательная снег идет такими крупными хлопьями начну для начала расскажу такую историю однажды мы с моим товарищем решили прочитать книги по рекомендации друг друга с тем чтобы потом их обсудить он сам предложил мы видим ему охота было что ли впарить мне эту книгу ну я согласилась мне показалось что интересно и вот он мне дает читать вольтера девочки вольтера мне где я и где вольтер какое там длинное название такое и вот я читала 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 продиралась сквозь этого вольтера такая тоска и не в котором одни авторские рассуждения никакого действия нет там наоборот действие очень динамично происходит все что называется на реальных событиях основано но невозможно читать должно быть я слишком глупая просто я его наверно до половины дочитала и бросила вот а что я ему дала читать ну я значит вот местку за вольтера тоже не растерялась и дала ему читать карлоса кастанеду учение дона хуана тоже книжка та еще если так коротко о чем она старый индеец учит молодого студента как тип там познать мир и самого себя посредством употребления наркотических препаратов растений вот это если коротко понятно что там наверное смысл более глубокий заложен молодость это я его прочитала сейчас бы я вот тоже наверно уже осилить не смогла ну и вот и товарищ мой видимо тоже не дочитал потому что мы так к этому не возвращались больше разговору тоже он сказал что ну ты мне и дала вот но теперь о книгах которые ну понятно что я много книг не дочитала в своей жизни начала и бросила но я расскажу вот про те которые недавно я начала и так и не смогла закончить первая книга это книга известная называется жутко громко и запредельно близко и это название как только не коверкаю на самом деле я даже не уверена что я сейчас его правильно сказала это говорю слишком громко и запредельно близко или слишком близко и запредельно громко книга от лица мальчика у которого отец погиб при теракте 11 сентября помните вот это башня близнецы то и она вроде бы интересная но какая-то тяжелая и очень трудно читать трудно вообще даже сначала понять как будто знаете разные какие-то сюжеты в ней не связаны друг с другом я читала 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 но пока отложила может быть потом когда-нибудь я займусь и дочитаю но пока вот никак она мне не идет люди в отзывах пишут либо восхищенные отзывы либо значит вот как я же что ну невозможно продраться сквозь эту книгу вроде бы охота дочитать в то же время вот ни сил ни терпения не хватает многие говорят что плохой перевод некачественный перевод а повествование идет от первого лица и как бы имитирует речь ребенка подростка там со всякими сленговыми выражениями многие говорят что неправильно переведено ну там например первая глава называется ты чё хотя там наверное скорее надо что за ну типа что за фигня да начало ругательства как бы вот так надо было перевести ну вот какой есть перевод такой есть или читайте в оригинале да вторая книга это цветы для элджернона с этой книгой еще хуже мне дела обстоят я открыла отзывы такие отзывы восхищенные восхищенные отзывы я не могла уйти дальше первой страницы я не из описания не из отзывов я не могла даже понять о чем это представляет собой текст написанный вот слушайте то ли ребенком то ли психически больным человеком ну как бы с ошибками написан понятно что то специально так все сделано и продраться сквозь это ну просто никакой возможности нет я значит это ну может это начало только такое пролистала там еще сколько то нет там все то же самое ну ладно думаю значит я слишком глупа если люди пишут восхищенные отзывы а я даже понять не могу о чем она и все и благополучно брусила что еще убить пересмешника убить пересмешника я прочитала первую часть с удовольствием а вот вторую где главная героиня выросла уже я ее что-то это начала и тоже забросила как-то мне показалось не так интересно и вот знаете впечатление как будто другой автор писал ну это понятно что мои только ощущения может быть я не права мне не понравилось как-то мне скучновато показалось само повествование какое-то неинтересное стало так я это бросила и не стала дочитывать хотя наверное зря это считается таким великим произведением и вот первая часть мне зашла а вторая что-то как-то нет надо читать потом роман финансист роман финансист написанный о господи Теодором Драйзером что-то вдруг меня переклинило я забыла автора мне у Драйзера очень нравится роман американская трагедия и я с таким удовольствием взяла эту книгу финансист думаю сейчас прочитаю ну тоже часть прочитала и чем дальше тем скучнее чем дальше тем скучнее и так я его забросила совсем и думаю что я даже не вернусь и не стану дочитывать ну а теперь о моих любимых книгах мои любимые книги это все классика русская классика роман 2 Толстого Анна Каренина роман Ивана Гончарова обрыв вообще люблю Гончарова все его но обрыв это прям самый любимый и роман мамина сибиряка горное гнездо Анну Каренину я тоже не сразу могла прочитать я за нее взялась еще в молодом возрасте может даже в подростковом мама мне говорила что не читай ты все равно не прочитаешь а впечатление о книге у тебя будет испорчено лучше возьмись за него в взрослом возрасте ну точно я вот сколько раз бралась разом может быть три и бросала вот начну читать ничего не понимаю вот доска какая-то зеленая в то же время мне хотелось прочитать и вот взялась я уже ну не знаю много за двадцать мне уже было и вот я взяла и как будто вы знаете стена какая-то упала вот я стала читать мне было очень интересно с таким удовольствием я прочитала после того я еще несколько раз ее перечитала и я это произведение могу вот в любой момент взять и читать если у меня ничего нет я беру вот одно из своих любимых и читаю с удовольствием гончаров это вообще отдельная тема можно сделать даже отдельное видео по пересказыванию его романов если кто-то заинтересуется ну это конечно займет даже вот обрыв пересказать это я не знаю во сколько я видео уложусь точно не в два и наверное не в три а намного больше я люблю все рассказывать подробно чуть ли не дословно чтобы до всех донести как это интересно обрыв обрыв я прям полюбила с первого раза и все думаю почему мы в школе не проходим обломов он все-таки такой роман немного нудно так он начинается и вот думаю для знакомства с творчеством обрыв бы куда больше подошел это мое конечно мнение там видите в обломове еще такое явление как обломовщина раскрывается в обрыве понятно этого нет обрыв это вообще последнее произведение писателя он даже хотел его бросить и не дописывать но все-таки дописал к счастью к счастью для всех читателей дописал он его тот из критиков уж сейчас не буду врать называл его великий лентяй за то что при таком таланте он создал не так много по сути вот да обрыв обломов обыкновенная история и все ну еще фрегат паллада у него есть но это совсем в другом ключе произведение не для широкого круга читателей опять же это сугубно мое мнение ну понятно у него там очерки еще есть но это же не романы вот и горное гнездо мамина сибиряка мамина сибиряка мне еще знаете почему всегда интересно читать ведь это же наш уральский писатель и мне всегда интересно еще и угадать в каком городе в каком вот месте действие развивается что скрывается за этими названиями которые он дает там городам или каким-то поселкам где действие происходит это я иногда ведь не поленюсь полезу там в интернет искать вот этот роман тоже наверное можно было бы сделать видео пересказать его пересказать его мне вообще много книг хороших не только это но вот это как-то мне прямо в душу оно запало мама у меня его тоже любит у нее такая старая старая книга есть с этим романом еще там 30 какого-то года выпуска вот она ее все читает тоже она у нее лежит всегда если тоже вот она так говорит если мне нечего читать я беру это я могу его с любого места начинать читать ну Анну Каренину наверное смысла нет пересказывать да? там все хоть примерно но знают о чем речь идет а вот горное гнездо наверное сделаем тоже видео расскажу расскажу перескажу вообще читать конечно надо этот авторский язык неповторимый его не перескажешь но попробуем да особенно кому кто хотел бы знать о чем произведение но во времени нет читать вот это пересказывание наверное самое то а может кто-то заинтересуется и потом сам перечитает а мне будет приятно что я этому способствовала потому что раз я люблю читать значит все должны любить читать и не о чем тут думать вот спасибо вам за внимание за то что слушали мою болтовню пишите пожалуйста что бы вы хотели послушать у меня была заявочка на Гарри Поттера но Гарри Поттера мне еще надо прочитать сначала то ли книгу купить то ли найти его где-нибудь так же в сети прочитать я даже честно говоря не представляю как его его надо наверное читать а не пересказывать своими словами вряд ли я перескажу чтобы мне пересказать своими словами это должно быть либо небольшое произведение либо я его должна знать чуть не наизусть вот то что я пересказываю я ведь это знаю почти наизусть я это читала много-много раз с одного-то раза я пожалуй пересказать не смогу или буду там или по шпаргалке или как-нибудь это неинтересно будет да ведь поэтому пишите пожалуйста заявочки если это произведение будет мне хорошо знакомо я конечно их все выполню ну всем спасибо всем пока